Один из ведущих живописцев республики Николай Карачарска в 14 февраля отмечает свое 80-летие. Признанный портретист, он с удовольствием работает и в других жанрах. Юбилейный год мастер встречает новыми планами и своей персональной выставкой. Николай Прокофьевич – заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Чувашской Республики. Родом из деревни Шадриха Порецкого района. Кстати, туда он вернулся на склоне лет, создав в родном селе картинную галерею. Любимая тема – село, его жители, трудовые будни и праздники. Его творчество является такой золотой страницей в развитии нашего изобразительного слоя. Эта выставка сегодня на самом деле очень значима, уникальна и будет интересна очень-очень многим людям, кто видел те или иные произведения. Еще раз, как Николай Прокофьевич сказал, вернуться, переосмыслить, вникнуть. Сегодня друзья, близкие и просто поклонники Николая Карачарского собрались в художественном музее, чтобы поздравить юбиляра. Среди них, конечно, и однокурсники по художественному училищу. Он охватывает в своем творчестве все жанры, по сути дела. И натюрморт, и пейзаж, и тематическое произведение, и портретное искусство. Это настолько широко, на каждом можно остановиться и говорить языком искусствоведа часами. Потому что я очень высоко ценю его как мастера, который вошел в искусство России, эпоху сурового стиля. Он достойно со всеми представлял развитие изобразительного искусства России того времени и по-настоящему. Искусствоведы утверждают, что художник – выдающийся портретист. Впрочем, это может заметить даже неискушенный человек. Каждое лицо любого человека – это целый мир этого человека. Неповторимый его собственный мир такой. Это невероятно интересно писателям, композиторам. Меньше там музыка, а художникам уж это ясно. Через лицо я рассказываю прожитую жизнь человека. Если молодая или молодой человек, у них прелесть, красоту, молодости, можно рассказывать и начало сбора информации по жизни. Поэтому портрет – это самое, думаю, что важное для художника. Художник должен быть еще и психологом, считает мастер. Поэтому люди на его полотнах как живые. По их лицам угадывается характер, душевное состояние. Вы сильный человек, который родился на Борецкой земле, вкладывали всю свою душу, всю свою энергию, делились своим сердцем для того, чтобы написать вот эти картины. 50-60 лет этим работам практически они как будто по тому виду, который мы смотрим, как будто они написаны только вчера. Поэтому низкий вам поклон. Объять его творчество одной выставкой невозможно, хотя в экспозицию вошли самые известные работы. Именно так Николай Карачарсков признается в любви своей малой родине. Его картины известны не только в России, но и за рубежом. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.